Что тут интересно? Надеюсь. Там уже не видно. Сейчас видишь? Ну это не видно. Надо сейчас меня подправить. Сейчас назад. Сейчас я попытаюсь. Мы вас слышим, Игорь Тихонич? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот может быть зацеплюсь. Так, что тут? Захватит меня. Наши хотели, наверное, что-нибудь? Нет, еще не хочу. Так. Ну-ка давай. Видно, нет? Видно. Сперва вашему дому. С миром. Подожди маленько. Сейчас мы тут это все настроим. Вот так. Ну что, добрый день. Добрый. Вам слава Христу. Аллилуйя. Я тут ваши некоторые ролики у себя выставляю. Да, мне Володя говорил, брат. Ну да. Здесь я, брат. Здесь я, брат. О, пришел. Вовремя. Сейчас я шторочку закрою, а то сильно светло. Так лучше на Робина будет. А у нас нормально видно, Игорь Тихонович? Ну, у тебя хорошо, даже замечательно. Слава Богу. Я что, хотел это... Спрашивают, а кто такой Андрей-то? А я что могу ответить? Это ты должен ответить. Попробуем. Значит, вопрос такой стоит. Как мы познакомились друг с другом? И какие после этого у нас были общения? Что вы получили от этого общения? Ну, и все такое, чтобы я людям мог показать на этот ролик и сказать, вот он, такой этот проповедник. Почему я его проповеди беру? Потому что я имею в нем участие. Вот сидит Максим Каскун, священник. Ну, его спрашивают. Ну, у него небольшие такие ролики, там, минут по пять, по семь. А кто такой Игнатий Лапкин? Он посидел маленько так. Знаете, кто он? Я ему внучатка. Дело в том, что я, говорит, обратился через отца Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст, говорит, обратился от Игнатия. Я, говорит, ему внучатка. Вот. Ну, вот я и хотел услышать там, что. Отец Геннадий подробно рассказывает, как мы встретились, как была встреча, как у него какая перемена была в воззрении на мир. Вот. Ну, ты расскажи давай. Мне хочется узнать, какая моя часть есть в тебе. Как тебя наша встреча подвигла к проповеди, может быть, благовестия? Если нет, то и нет. Мне просто нужно точно узнать. Понял. Можно говорить? Конечно. Значит, моя жизнь началась далеко без Бога. До 30 с лишним лет я не знал Господа, к сожалению большому. Я об этом уже писал в вашей книге. Но Господь не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. И такие ситуации в жизни мы и случались, что когда была жива мама, мама мне говорила, а я в последней семье ребенок четвертый. И мама мне говорила, все, надо все равно креститься, надо креститься. А я был молодой, у меня было здоровье хорошее, мне ничего не надо, зарабатывал денег хорошо, всего достатки было. Мне Бог не нужен был, тогда я говорил. И креститься, конечно, я не желал. Был когда на свадьбе у одного одноклассника, и у него был зарегистрирован брак, и потом венчание было. Постояли мы на службе, так я так ныл там, я так стонал там, что так долго это все, да зачем это все надо? Потому что ничего не понимал тогда. А потом, когда мама в 98 году умирает, и меня что-то подвигло, что все равно креститься надо. И в сентябре месяце я пошел, у меня была тогда только одна еще дочь, Кристина старшая, и с женой мы пошли и покрестились. Веры никакой никогда не было. Просто это как модно. Покреститься надо и покрестились. Изменений в жизни у меня никаких не происходило. Но Господь дивен, Господь чудный, Он делает так, что на 33 года мне приходит тренер на день рождения со своим папой, по истории он был учитель, они приходят и мне дарят Библию. Представьте, Игнать Игоревич, Библию. Я даже духом не слышал об этом. Но до этого мне был разговор с одноклассником, который рассказывал о Библии, говорил, что это самая читаемая книга в мире, но которую мы еще в руки не брали и не читали. И вот так дивен Господь, Он так устраивал, что эту Библию мне дарят. Но Библия неполная, неправославная, 76 книг эта сектантская была. Но я ее так с жадностью прочитал и отложил, потому что сказал, что это далеко не мое, потому что это узкий путь, и этот путь узкий еще не мой. Я это не принял. Но я понял одно. Потом, когда я стал анализировать, я понял, что когда я читал это Слово Божие, а семя бросилось в мое сердце, и у меня стали возникать духовные вопросы. Один, другой и третий. Потом Господь дивно все устраивал, когда сводит нас, тогда отец Александр Желтухин был. Он, значит, у нас приезжал в храм, к нам в Покросск, и вот через него знакомством мы стали общаться. Я пришел к ним, и они меня приняли. Тогда русская зарубежная церковь за границей потом была. Они меня приняли. И мы стали изучать Священное Писание. Он в то время через собрание в городе Ишим, он там оттуда привозит нам литературу, книги к истинному православию, приводит толкование святых отцов Нового Завета, Блаженного Фефилакта. И все это нам рассказывает. Рассказывает про Игнатия Тихонича Лапкина. Так-то, так-то, такой-то проповедник есть в Барнауле. Это сильно нас всех заинтересовало. Когда он привез трехтомник по толкованию Святого Нового Завета, он говорит, кто хочет приобрести эту книгу. А сидели мы после богослужения, литургии, сидели на длинном столе, я там в самом конце сидел, он, отец Александр, тогда сидел на другом краю, и показывает вот эти три книги по толкованию Блаженного Фефилакта. И говорит, кто? Посмотрите, посмотрите, может, кому-то это надо. Я уже кричу с того края, говорю, а что их смотреть? Их надо брать. И сразу купил у него два тома. Сразу купил два тома для себя и для отца Иоанна, который у нас тогда служил в Покросском храме. Такой радостный. И до сего дня ни один день не жалею, что я приобрел тогда ваши книги Нового Завета с толкованием. Они очень нам помогают и в дальнейшем сейчас. Потом расскажу, может. И вот, когда я приобрел, потом отец Александр поехал к вам в гости в Барнаул. Потом мы съездили, или мы вместе, я уж сейчас не помню, и потом мы все втроём, брат Владимир, Пищиков, я, и отец Александр, и матушка, мы поехали к вам в гости посмотреть, как вы живёте. Побывали в Барнауловской общине. Потом вы нас провезли в Потерявку. Мы посмотрели, как живут в деревне. И это так нас надушевило, что слов просто было не хватало. Как вы там живёте, как вы же спасаетесь. Это очень здорово нас как бы побудило к тому, что надо жить во Христе. А Слово Божие, потом, когда оно уже коснулось меня, я, значит, вопросы задавал. А Господь сказал в Евангелии от Матфея, 7-й, 8-й стих. Он говорит, просите, дано будет, ищите, найдёте, стучите, и отворят вам всякий просящий получает, ищущий находится, стучащий ему отворят. И вот эти вопросы Господь так делает, что брат Владимир мне даёт книгу к истинному православию, и так осторожно мне говорит, «Ты, брат, не торопись, читай её спокойно, не делай оскорблительных выводов, но подумай». И вот, Игнатий Ильич, когда я читал вот эту книгу, это было август месяц 2003 года, эта книга ставит меня на колени в августе месяце. Я пал на колени со слезами о том, что как я эти года жил неправильно. Это меня вот просто коснулся Господь, Дух Святой, и Он меня как бы открыл, мне очи на истину. Истина, вот эта книга ваша, она мне открыла истину. И с того момента я стала, у меня всё внутри клокотало, всё внутри, как бы из меня выходило, «Аллилуйя, благодарю Тебя, Господи, слава Тебе!» Я не могу понять, что такое со мной, что такое новое, какое-то такое понятие, я не могу понять. Прихожу к отцу Иоанну, говорю, «Батюшка, скажите мне, что-то вот я не могу». Я говорю, «Благодарю, благодарю Господа!» Он мне такой рукой махнул, «Да, пройдёт!» Уже не проходит 17-й год, слава Богу. А потом мы поехали к вам в гости, потом отец Александр сделал у вас там полное погружение. Это меня тоже всё клокотало, когда я это читал, «Священное Писание к истинному православию». У меня просто внутри всё клокотало, что мне тоже надо сделать полное погружение. Мы с отцом Александром сделали купиль там, и 5 января 2004 года мы сделали полное погружение. Это совершил я Таинство доклада. Мы совершили погружение. И с тех пор всё благовестие стало на первом месте. Мы стали ездить к вам в гости, как вы помните. Всему вы у вас там научились. То, что мы сейчас это имеем, это всё благодаря вашему учению, вашей жизни, вашей святой праведной жизни во Христе. И я всегда говорю, почему у меня случилось такое, что я в храме помогал отцу Андрею в Реже Иоанна Крестителя, храм Притечи. Я там работал с ним, помогал ему перед крещением, проповедь говорил людям о крещении, рассказывал, для чего крещение. Потом занятия проводили для взрослых по толкованию Божелого Фефилакта. Всё это проводилось. Ходил, в деревню ездил, там тоже собирались люди, и там тоже было занятие. Всё это делал, он мне так благословил, и всё было хорошо, слава Богу. Но злые языки, мы знаем, что они везде и не дают нам спокойную жизнь. Ну и слава Богу, мы этим только укрепляемся и стаём крепче. И вот он один раз мне спрашивает, а кто для тебя Игнатий Тихнич? Я говорю, это мой наставник, который меня всему этому научил. И это ему так не понравилось, что после этих слов, там мы ещё немножко с ним поговорили, он меня просто запрещает во всём. То есть я тебе, говорит, всё запрещаю, ты занятия не проводишь, всё, перестанешь. А для меня просто в храм ходить этого мало, потому что Бог мне наделил многими талантами, которые я должен умножить. Я знаю, что я в конце жизни буду за них отвечать. И Слово Божие — это свет, который проникает в моё сердце и помогает мне вот это в благовестии. И всё, что вот сейчас мы делаем, и милость Божия велика. После этого мы, Господь так устраивает, у нас горит храм умиления в городе Артёмовске, и там священники все собираются. И отец Игорь меня там увидел и сказал, брат Андрей, мне надо с тобой поговорить. Вот дивен Господь, просто дела его дивны к нам. И любит он нас всех безгранично. Я говорю, ну ладно, телефончик он мне дал, я ему звоню на следующий день. Мы с ним поговорили, что ему там нужна помощь. Всех тебя гонят, а я вижу твою ревность по благовестию, и никому тебе не дают шага. Ну вот, говорит, приезжай ко мне, мы с тобой поговорим. Приезжал к нему на следующий день. С ним поговорили. Он говорит, приходи ко мне и помогай нам. И всё вот так вот случилось, что я уже второй год с ним, с отцом Игорем, и мы там с ним работаем. Он мне дал такую великую свободу, что мы проводим занятия уже два года по толкованию блаженного филакта. Люди ходят, люди очень довольны, очень благодарны, потому что это всё делает наш великий Господь. И вот в этом свободе мы сейчас пребываем. И что ещё сказать? Всё, что я сейчас имею, это благодаря вам, Игнатий Тихонович. Я всегда об этом всем говорил, потому что вы нас научили всему, что мы сейчас приобретели и имеем. Вот так вот, Игнатий Тихонович. А с отцом Андреем-то, который вас так не воспринял-то, нет встреч больше? А я ходил на первую неделю, молился. Вот первая неделя Великого Поста, я в Режь езжу, там службы проходили утром и вечером. Я всю неделю промолился. Один раз только он благословил меня и больше не спросил ни разу. Два года я почти там не был. Он даже не спросил, не интересуется. Ну, дело их не. Мне как бы дела тоже нет. Их тогда было два священника, оба Андрея, когда мы у вас были. Да. Ну, тот, который меня выгнал, Игнатий Тихонович, того не было. Там был отец Андрей и отец Андрей с Артемовского умиления, который храм сгорел потом. Да. А они видите, как тогда все-таки их как-то задевало. Я говорю, сегодня действующих 719 правил, а из них 413 нарушаются почти повсеместно. Вот. А они оба уже, видимо, заранее подготовились. Я говорю, а у нас, по милости Божией, ни одного канона мы не задеваем. Они нам помогают. Он говорит, а вы все равно нарушаете? Помните разговор этот? Он записан ответ еще, даже, Игнатий Честь? Этот разговор записан? Вот. А как? Я говорю, нарушаю. Ну, а как? Говорит, канон говорит, что с евреями в корчме не быть, вместе не есть. А я говорю, я вообще не хожу в корчму никогда. А нет туда второе, что, ну, если, что-то там, опять же, про евреев. Лечиться вроде нельзя там, или тоже канон такой есть, намекает. Но они не глядят ни по обстановке, ни по времени, ничего нет. А там одни даже были, не знаю, то ли они, или кто. Вот вы в поездке-то были, а бывает, ну, туалета-то с собой нету, а когда пойдешь, возьми с собой лопатку. А вот вы же не делайте так. Я говорю, наоборот, я сфотографируем с лопаткой, она у меня в щих лес, и мы ей пользовались. И задача вырыть была моя. А когда уезжали, Сергей Пупков обязан был сравнять с землей, затоптать, чтобы нигде не было видно. А они опять, как у нас говорят, ошмыгнулись. То есть ничего нету. Но они уже сговорились найти. И нашли вот в такой мелочи. Я просто сказал, в бане не мыться с евреями. Вот еще что они. Я говорю, а я вообще в баню не хожу, у нас своя баня. И совсем не бываете. В общественной нет. Зачем заразу собирать-то? Никак. Не могли они подкопаться, я знаю. И еще, Игнат Тихонович, можно я добавлю, еще же мы приезжали к вам на занятия, учились, на благовестие ходили вместе с братьями вашими по городу. И это все. Мы ходили в драмтеатру, там распространяли книги, распространяли визитные карточки ваши, то, что у вас там проходило занятие. Это все мы ездили, учились у вас всегда, Игнат Тихонович. Потом у нас еще наши дети ездили в ваш православный лагерь много лет. Вы тоже это помните. Они все довольны, все еще вспоминают у вас очень хорошим словом. Это всегда низкий вам, низкий вам от всей души поклон, Игнат Тихонович. От чистого сердца это говорю. Ваши дочки для меня очень нравились, послушные, и на них характеристика в книгах есть. Есть, я знаю. Ну а вот в то время, когда вы были, в это время у меня еще шли занятия. Я вел занятия одновременно в пяти университетах, во всех отделах милиции. Это пять отделов по районам, потом городской ОВД, и краевую, и потом регулярно. Ну и три радиопрограммы вел. В то время там на заводах, фабриках, школах, тринадцать школ. Конца нету сколько. Все воинские части, все это было подо мной. И вот для вас тут был, конечно, это урок. Не просто ходить в храм, а чтобы движимый Духом Святым. Ты искал эти души. Да, аминь. Без этого мы не можем спастись. Мы не можем, потому что Господь дал нам эти таланты, и теперь это знание, которое Он нам вложил в наше сердце, мы-то просто это делимся. Потому что Господь сказал, я раб не пребываю в доме вечный, сын пребывает вечный. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будет. Вот Он, это Иоанн 8, 34-36. Он нас освободил, вывел из рабства греха. Идите, в пред не грешите, идите творите сейчас волю мою. Теперь мы этому научились, а мы это не можем удержать в себе, потому что это надо поделиться этой любовью, поделиться с другими. И мы это делаем, мы это исполняем. А вы знаете, как Володя Пищников, где он там, что-то в семинаре или что-то? Поступал. Да, его там сразу срезали, это на каком пункте? А на пункте о том, что он вроде как, я помню, я не утверждаю точно, но он сказал, что я не буду брать в руки оружие и воевать не пойду. То есть ему сразу запрет. Отчислили. Это есть такое. Но я не утверждаю точно, потому что я не уверен сильно. Так, а вот теперь вы встречаетесь со священником, и все равно же вам где-то они встречаются, и про вас они уже знают. Раз вы уходите на люди, то вы должны очень хорошо обдумать. Каждый шаг плодить будет новых врагов и новых друзей. По какой статье они вас пытаются обвинять? Игнатий Тихонович, сейчас как-то знаете, милость Божья, что они сейчас успокоились все. Не знаю, почему некоторые даже, вот отец Андрей, с умиления храма, он даже сейчас меня все чаще и чаще старается брать на благовестие. А другие священники просто успокоились, больше нападки на меня как бы не делают. Не знаю, почему, милость Божья какая-то, наверное, защита Божья. дорогой брат, молитва. Молитва, это конечно, это я не исключаю никогда, это и вы молитесь, и многие молятся за нас, за всех. Я благодарю Господа, Игнатий Тихонович, конечно. Видите, вот у нас сколько было здесь, вот сейчас, если так считать, это третья архиерея. Спермы были хорошие, а второй к нам так относился, что священник говорит, ни одного апархиального собрания, он не начинает, чтобы по вам не пройтись, а этим самым заканчивает. И вдруг его убрали, а сейчас митрополия, митрополит, прислали такого, как будто мы с ним всю жизнь жили вместе. Он, народная, русско-народная линия запросила обо мне, когда на меня, в 16-м году сильно это было гонение, там это, Роспотребнадзор там, ну и везде я выставил, на нашем мейл.ру, это его грамоту, он, как сказать, ответ дал какой. И дважды в году он к нам приезжает с священниками, с секретарем, семинаристы, хористы, вот это все выставлено. Это что, время прошло, Господь нас испытал, и теперь дает утешение. Теперь только молимся, чтобы его Господь сохранил здесь. А на него, говорит, я говорю, на вас слышал нападают, и смоют, ой, говорит, вот так вот, стучит, рогами и копытами, сатана, старается рассорить нас. Где? Он говорит, ни канонических, ни догматических нарушений, отступлений про меня, не выявлено. Нигде нету их. Минь. А они, видишь, от зависти. Зависть такое свойство, которое трудно оправдывать. Вот я говорю, скажите, братья 12 продали Иосифа. Стефан говорит, и братья продали его по зависти. Каких бы сейчас собрать, 11 братьев, сказать, вы по зависти продали. Кто? Мы? Почему завидовать? У него ничего нету. Залезал его отец, то одежду ему лучше купит, то еще что-то. Я говорю, так написано. Кто это сказал? Еврей сказал. Стефан. По зависти. А теперь? И Пилат знал, что Христа предали зависти. Как так? Язычник знал, а вы не знали. То есть, это такое качество, что человеку трудно признаться, что есть чему завидовать. Они завидуют, притом, говорят, такой желчной завистью. Они не могут этого достичь. И не могут достичь того, что не было чему завидовать. То есть, как-то что-то сделать, убрать. Я все время это испытываю. Я ему отвечаю. Не для того, чтобы раззадорить, а конкретно. Я говорю, вы же считали, Дух Божий носился над водой. Еще одни вы в Библии знаете. Ответ. Вы сейчас в Библии носитесь, как баптисты. У нас служба есть, там, но это так. Ну, скажите. И дальше я начинаю их расспрашивать. Дух Божий носился над водой. Как вы понимаете? Ну, что Дух Божий это определенно. Все Писание Бога духовное. Это не просто ветер дул. И он носился над водой. Ну, сегодня я могу применить где-то в своей жизни и сказать, это касается меня. Фактически, любая строчка в Священном Писании, в Святой Библии, она обязательно касается каждого из нас, если мы в глубину проникнем туда. А как оно нас касается? Я говорю, слушайте, есть такой проповедник был, Бетекс. Он говорит, когда инженер задумывает какой-то план, он, говорит, ходит, и то руки назад, то вперед, говорит, по комнате, и думает, так, сделал на чертеже, опять ходит и размышляет. Но это так, все локус войственно. Бывает, вот по телефону, когда звонит кто-нибудь, и он сразу сидел, а тут сразу поднялся и начинает ходить. То есть, размышления такие. Я говорю, так вот, смотрите, вы бесталанные. Ой, как они на это слово кидаются-то. Семинария, академия, там, защитили диссертацию. Я говорю, понимаете, Дух Божий носился над водой. А препятствия были у Духа Божия или нет? Ну, над водой какие препятствия? Вот тут и оно. Значит, вот давайте смотреть будем. Вот это, вот, вам видно, рука моя? Дух Божий носился над водой. У тебя раз, гордыня твоя вылезла, так как он, завихрение, зачем ему нужно-то? Он не может здесь. Ты его сам, теперь серебролюбие, а вы трижды больны этим. Корысти, труси, трусицы, коры дальше боитесь, как Андрей Кураев говорит. Игнать, им все равно это, что о нем епископ скажет. А мне, говорит, не все равно, когда его начать надо гнать тогда. Я думаю, что он скажет, да не подковырнут ли где-то. И далее, по порядку. Вы завидуете. Вот это все нужно наклонить. И Дух Божий носился над водой, он созидать будет вас. А вы этого не делаете. Вы не можете этого делать. Вы везде свое выходит, тогда еще повыше рога выставите. Я вам, когда разъясню, они молчат, голову опустили. Вы вдумайтесь в смысл. Дух Божий носился, и препятствий не было. И поэтому, где Дух Господень, там свобода. Там, где Дух Божий, вот я полностью свободен. Ну, представьте, сколько у меня 38 книг, в книжном варианте только выше, да еще у меня 7 томов, которые так, а другие там, по 800 страниц. и нигде, никто у меня цензором не был. Только моя совесть и Бог. Никто не вмешивался. И поэтому книги, только сейчас начинают кое-кому доходить. Они с тройным подтекстом идут. Настолько, вот, в заключении один был, книги, говорит, не читал никогда. И попал в ваш том, он в заключении. Я, говорит, на три раза прочитал его. А потом приехал, все рассказывает как. Почему? Потому что я старался дать Богу свободу полную, Духу Божьему во мне. А как узнаете? Никак, на молитве. Я вот становлюсь, вот не менее, семи раз в день, семи кратно в день прославляю тебя. И вдруг одно слово, одно слово, у меня лежит рядом карандаш, бумага, я прямо на мое время молитвы расчеркнул, и все дальше. Я зацепиться за что? Вот. Я слышал такое у музыкантов, которые не просто играют, а композиторы. У них мысль, когда он, эти фуги-то в голове-то у него есть, ему обязательно крючка два нарисовать. И вот он служит, священник-то, а у него в это время, и у него с тобой бумагу, он уже знал, это Божье посещение. Он бумагу-то вытаскивает, сразу раз, ручку, и начинает писать. А куда ложить-то негде? Он прямо на престол, где дары Божьи лежат-то, положил, ну это явно никуда не годится-то, и сразу папе римскому доложили. Но это гильотина ему мало. Он говорит, подождите, а кто это делает? Да Вивальди. Так, ребята, подождите. Знаете что? Престол целый, не разломался. А если он это забудет, и никто больше не напишет, только его Бог посещает так. Ладно. Вы сами знаете, писатели, музыканты, композиторы, как бы еродивые. Давайте на еродство спишем, и все. Вот понимаете, как надо подойти? И к нам приехал Михаил Масленников с такой аппаратурой там это снимать с Москвы. А он снимает внутри, где служит патриарх, в алтаре. И когда он снимал, некоторые священники ворчат. Ну, дескать, вот тут это снимают. А патриарх Алексей Второй говорит, не трожьте его. Это наша история. Мы потом искать это все будем. И он у меня сфотографирован, на голубятне там стоит, на голубятне это 9,6 от крыши, от полу, от земли-то. И он там залез, и везде-везде все это фотографировал. И что интересно, вот под аппараты, которые сегодня цифровые работают, его монахи не благословили, потому что это непонятно, что до цифры. Там, наверное, шестерки есть какие-нибудь. Я так думаю уже. Он рассказывал. А тут проявляют серебро, серебро, божие металлы. И он с этой аппаратурой старинного образца. не сегодняшний, который там может делать бесконечное число, а у него определенное число снимков, там пленку менять надо в темноте, это красный свет. Ну, старый образца еще, да. Да. Ну, вот видишь как? Я вот сегодня только об этом размышлял. Кажется, самые продвинутые в этой электронике программисты. Они все знают и знают. Я вижу, у них что-то все не так. Почему в них нет ревности? Она есть какая-то кособокая, так выражусь. И вдруг я считаю, прошли исследования психиатрические, где-то 85% бесноватые в начальной стадии или уже сильно далеко развилось. Они не нуждаются ничем. Он знает свое дело, все, и сделает как. А дальше начинает что-то, ему все какая-то мистерия, что-то кажется. На дереве обыкновенные завитки, там, которые волокна идут, ему кажется там что-то еще. Я стал проверять, с кем знакомы-то. Действительно, настоящей ревности нету. А они вот где-то вот здесь ищут что, он уже опять, как говорится, скособочил, он опять под земелью уходит. А такие хорошие, добродетельные, помогают там. Ну, никак на проповедь невозможно. Ни одного не вызвал. Ни одного. А тут у нас такие люди-то не особо талантом каким-то. Какой у меня талант? Я уже семинарий ничего не кончал, а просто что Бог дал, я это стараюсь развивать. Все время везде проповедуешь. Володя идет там с Никитой, Игорь там, Сергей Пупков. Ни у кого образования-то у нас нету, хотя у Игоря там он геолог, инженер. Но здесь-то ты не применишь это дело. А как? Богу доверься. И когда Богу доверяешься, Бог покажет, с кем разговаривать. Вот они сейчас миссионерские отделы нас создавали везде. А я говорю, это не от Бога. Как? Почему? Их нельзя создать. Это никак. Почему Деяние апостолов, когда Дух Святой сошел на них-то, оно дало название. Златоуз говорит, правильное название книги этой не Деяние апостолов, а Деяние Духа Святого. Он, Дух, укажет, с кем говорить, когда говорить, что говорить. А тебе в семинарии это не преподадут нигде. Он тонко, как вот обнаженное от кожи тело, чувствует чуть-чуть прохладца какая, ветер где-то идет. Он чувствует, они грубые, самые грубые, невежественные, хамовитые, вот, которые в миссионерском отделе. Он за зарплатой идет. Ему надо какую-то победу одержать. А говоришь, ну, ты видишь, там, совершенно мирской человек, железобетонное сердце. Они безжалостные. А вот такого напали, его надо додобить. Ну, меня-то они, видишь, зубы обломали и не лезут нигде сейчас. Тишина. Я долго молчу, но иногда маленько и скажу. Зачем говорить? Я высказался. Вот, сколько у нас сейчас 10 тысяч стол роликов. 10 тысяч. Ну, а много ли мало? Ну, я тебе еще скажу. Допустим, там, кажется, Ткачев много выступает, тысячу там 700. У Осипова 1270. Ну, понимаешь, это большая разница. Так они все время на одном месте сидят, а мы показываем в дороге, едем, купаемся, обедаем, строим. Мы, вся наша жизнь. Кто, когда думает строить деревню или лагерь, или миссионерские поездки, они увидят это. Миссия, это два человека. Я говорю, скажите, почему Господь посылал по двое, ни по одному, ни по трое? Ответа нет. Нет ответа. А вот у Экклесиаса там есть, говорит, если один упадет, кто поддержит? И веревка, скрещенная в трое, крепче. Вот где. Дальше. Еще избирает Христос 70 и опять посылает по два. По два 35 мест. А вы собрались с такой кучей и кидаете себе, как называют, кодло. Куча собак. Кидаются, когда хватать. Но они мне-то кинулись, я не отвечаю. Я комментарии никогда не даю. На чужие ресурсы нет. Я тут-то едва успеваю. Вот я встал сегодня, я пораньше ложусь, а пол первого, пол первого ночи. Я к утру, а встаем 4.40, я едва успеваю разобраться с почтой. И нынче особенно много людей пришло, сколько, отовсюду. И серетиков, и... Вот сейчас у нас заходит там один, я говорю, много они, мессианские евреи, и ходил там везде. один раз на нашлика подошел к каналу-то, одна встреча, и он сразу же пошел и принял крещение в русской зарубежной церкви православной на Ильоне там. Почему? Я, говорит, решил вас назвать, говорит, есть таланты разные, там, знания, мудрости, Павел перечисляет, а у вас быть предверником, отверзающей дверью. Говорит, вы мне дверь сразу открыли. Там целая семья, опять же, из людей. Одна встреча. Почему? Я ничего не знаю. Поэтому себе и приписать ничего не могу. Господь именно нужное слово позволил сказать. Это молитва. Вот почему миссионерские отделы нельзя создать. Это имитация работы. Вот у нас миссия от Владивостока с Барнаулом до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. И везде мы молились. Из города выходим 600 городов. Это не с места на место перейти. Это ехать. У нас в среднем в сутки получалось мы проезжали 1030 километров. Каждый день 1030. Два шофера. Это не просто так. И отбой у нас был в 10, подъем в 2 часа ночи, чтобы успеть к рассвету в нужный город от Хабаровска до Благовещенска, где дойти, до Владивостока. И у нас, когда ехали, я стонал буквально. Везде расспрашивал, как дорога, как государство, что в Польше, где въехать в Шенгенскую зону взять. Ничего не знаем. Теперь у нас есть опыт, можем любому подсказать. И все говорили, я признаю, правильно, но на нас ничто не сработало. Особенно пугали Турции, Чечня, а нас как родных братьев принимали. Нас русская мафия блокировала в Турции. И как последний уже день, утром, а я хорошо еще слышал, они меняют вахтовым методом, нас передают, нас сосать деньги. А мы ни рубля не даем, ни доллара не даем. Я говорю, проходит их начальник, а этих нам не взять. Я эту фразу запомнил. А мы прямо напротив полицейского отделения, тут огромное стекло, люди идут, тысячи людей, и поцелают женщины. Вот кто такие? А я вижу, это одна из их партий. Нет, тут ничего не надо, просто надо отдать деньги. Они вначале 200 долларов, потом 400, а потом уже пошли, уже пятизначные. Ни рубля не дали. Мы просто 12 часов были на молитве. 12 часов стояли и вопияли к Богу. И Бог все развел, никого нигде нету, они боялись к нам подойти потом. Это связь, живая связь с Богом. Они этого не знают, и я могу только печалиться, скорбеть, плакать, а не то, что он против меня враг. Они остались, а мы уехали. У нас логика в магазинной гири. Она говорит, товары приходят и уходят, а я остаюсь. Гири на весах. То есть, у нас все настолько плотно, ни грамма не прибавить, ни убавить нигде. И мы только едем, вот заехали в Тбилиси, а проезжаем с Азербайджана, а там крестник мой, отец Наум, еврей. Вот. Ну, они только побыли, нам некогда, мы стремимся, скорее нам в Болгарию надо войти, Шенген, говорится, шагнуть туда. И вдруг эти его грузины, это же грузия, Тбилиси, отобсюду тащат. Я говорю, отец Наум, они что, приходили с этим товаром сюда? А никто же не знал, что мы приедем-то. И тут же я только зашел, и Тургия, он сразу же только закон сейчас меня представляет, я начинаю говорить, переводчик рядом стоит. Ну, я говорю, мы поехали. Выходим на улицу, они уже все там, эти лаваши там, сыр, помидоры, что именно мы едим, они знают. Ну, конечно, мы оставили там на разное, там, Кутаиси, на другие там, города везде, полный комплект, по 38 книг. Это Бог делает. А люди-то не понимают это. Вот ты со мной, ты воюешь, а я кто такой? Одним щелчком, говорит, ты меня забьешь. Но когда мы с Богом, а где Бог, там большинство, полное молчание. И отец Наум улыбается, только стоит. Ты им говорил, когда были? Ничего я не говорил. Насколько радушно. А там, когда в Турции нас блокировали, эти русская мафия, так Турчанки нам помогали в это время, там старались что-то дать, чтобы, а мы никуда не можем отойти, прохода там нету, а мы прямо на проходном стоим-то где-то. И они подносят там и чай, и все. Это Бог делает. А мы говорили, в Польше, там не проедешь где-то. А мы вошли, самое легкое, входили в Шенген, там мы многократно заходили, самое легкое. Показали, мы в течение, там, минут 15, ему уже прошли. И досмотр все. Бог. И вот тогда доверие полное Богу есть, это ты всегда доволен всем. Вот у нас, видишь, сегодня состоялся все-таки разговор. Я не понял, ты тут фамилия-то какая-то другая. А мы, Игнат Тихонович, я с другого интернета захожу, потому что у меня, я Володе объяснял, у меня дома связь прервается, и вот если бы мы с вами разговаривали, много раз прервалась бы, это неудобно. Я приехал к сестре Юлии, которая мне помогает, Игнат Тихонович, очень сильно выставляет проповеди. А я ее знаю? Нет, вы ее не знаете, она у нас как бы молодая, недавно уже с нами, она тоже активная, я очень благодарен Господу, что она появилась в нашей жизни, и тоже неравнодушна к благовестии. Всегда со мной ходит, вот я куда иду, ее зову, она никогда не отказывает, всегда приходит и помогает. Очень-очень милость Божия кругом. А там тоже, кажется, у вас и Юля какая-то была. Так, Юля, Юля. Это не только жена, а там Юля, может, была, Игнат Тихонович, помните? Матушка, матушка. Матушка Юля. Нет, мам, матушка, а там еще одна была женщина-то, подходила, все рядом с нами была. Это когда вы у нас были, Игнат Тихонович? Да, у вас когда были, во дворе она. А была Юля, была маленькая такая, полненькая, да? Да, была Юля, это Андрей, брата, да, есть, есть одна Юля. Она очень расходяется. А мы тоже общаемся, мы тоже, они приезжают иной раз к нам, и на занятия туда, на Булнаш. Все, мы общаемся, мы не теряем связь, у нас, слава Богу, все хорошо, друг с другом молимся. Да, слава Богу. Вот интересно, я молился 37 лет об одном деле. Господи, дай мне помощников, которые во всем знают больше меня в этой технике. Тогда еще не было интернета, а необходимо было. А магнитопон-то у меня уже работал на весь Советский Союз. Записи Библии, там, Златоуста, это не выскажешь, сколько выходило тогда. А с одного магнитопона, у меня одновременно писало 10 магнитопонов, 10, одной кнопкой срывается, на скорости в 4 раза больше и одновременно две дорожки в одном направлении. Ну, тут понятно. 250 этих катушек по 375 метров, это 8 часов 20 минут каждый. Это 250, это полный комплект. Златоуст, 62 только катушки. Библия там, ну и проще, там же Златоуст, жития, добротолюбие, ну, 50 томов только насчитано было мной тогда. И Господь так вот благословил и все сумели в свое время переделать. Я просил, у меня силы-то нет на это, как? Как оттуда оцифровать их? Бог дал. А теперь все осталось оцифрованное, оно также лежит на складах, на сайте. И вдруг одновременно пришло в общей сложности примерно 7 человек, друг друга не знающие. Одновременно вышли два Сергея, два Андрея, один в Америке. И все занялись разными, один Златоустом занимается, они в Ворде, мои книги, и как сделать, чтобы они были вставлены, как видео, выставить на видеоканал наш. Вот, в Аудио они сделаны, но сделать так, чтобы именно такие вот они были, отдельными файлами шло. И это они сделали все. И сейчас у меня ежедневно я выставляю 10 до 15 этих файлов. Потому что материал просто огромнейший материал. И ценный, очень ценный. Да. И вот людей Бог дал-то как. Просил, просил просто, уже привык к этому. И вдруг один отзывается с человеком, второй, друг друга совершенно не знают, какое чудо Бог сотворил. Ищите прежде Царство Божие, правду Его, и все остальное приложится вам. Матфея 6.33. Да. Мы же, вот видишь, ты хорошо научился как. Глава стих четко произвести, никакой ошибки. То есть у людей нужно создать вот такую тягу к Слову Божию. Вот я гляжу священники, там Смирнов выходит, другой там кто-то. Ну, перечислять их даже и узнать, что я говорил, о них могут на меня броситься, Осипов. Он говорит, полагая, что люди пришли к нему, а я делаю другую установку. Люди пришли к Богу и хотят узнать, слышу ли я голос Божий, что ему ответить. У меня иногда до 20 мест писания, только на один вопрос, который я по эфиру вел университета где-то, из «Жития святых», прямо в кавычках взято оттуда по определенной теме, что об этом говорят святые отцы, каноны говорят. А они нет, от себя говорят, поэтому человек отошел и все забыл. А когда он привязан к Богу, он когда натолкнется на этот стих, скажет, «О, это уже я знаю, это вот такое-то». Игнает Тихонович, я тоже, когда начинаю беседовать, я сейчас вот хожу в юбилейный, там собираются учителя со всей области, отдыхают по две недели, пансионат у нас, юбилейный. И вот я с ними, когда сажусь, я тоже им говорю, я буду говорить не свое, я буду говорить, что Бог мне скажет. То есть я буду говорить Божий закон. То есть у меня речь, говорю, необычная, но я буду упираться на его живое слово. Я всегда вот стараюсь так говорить им. У нас сейчас вопрос возник. Староста Барабаш Игорь, а жена у него, она как завуч в Потеряевке в школе, Елена Анатольевна. И ей написала знакомая, вот мы хотели отдохнуть, видимо, охота отдохнуть, но не так, куда не поехал какой-то, все какая-то стеснялась, чтобы свободно и не было ни матов, ничего. Вы не принимаете случайно-то? Ну, у нас лучше нашего места для воспитания детей школы и для отдыха не придумаешь где-то. Но она мне сразу скинула ее вопрос и говорит, как? Ну, я написал, чтобы они расписали, что два у нас устава деревенские церковные ненарушимые, и далее, какая должна быть одежда, курящим запрещено, чтобы или он бросил, и здесь так дальше. А предоставить помещение, у нас лагерь освободился, теперь у нас лагеря-то нет, строение передал в деревню, они владеют. Ну, а тут можно и все покупать, и поэтому, если кто-то пожелает у вас, теперь мы можем делать уже как бы объявление, пусть на нас выходит. До этого мы давали объявление только о крещении, нынче вот после 7-го, 9-го июля будет крещение, а это именно отдыхать. В прошлом году немного не получилось, Сергей дал объявление, занимается программа с собаками, у кого есть, и приготовили место, где собакам быть, чем кормить, и все. Ну, далековато все-таки, и ребятишки. Оказалось, никого близко-то знакомо, родителям нету, поопасались, видно, не приехали. А так-то у нас, ну, степь, околки, сады, дети ходят по яблоке, по ягоды. Ну, вам еще рассказывать. Да, мы знаем, это да, и гнатически. Я полюбил ваших девочек-то, они самостоятельные, я доверяю ей, ухожу куда-то, я говорю, Кристина, будешь старше, отдельно. И она все ведет как надо. Характеристики самые лучшие были даны. Они в книгах у меня все помещены. Дети приезжают, а родители иногда в детях не знают. И у нас один архитектор Барнауэлла, ну, и детишек привез, и две девчонки, рослые такие. Ну, а потом приехали, они нормальные девчонки-то, две недели, это акклиматизация. Приехали, они ревом, прям за колеса хватаются ехать. Он говорит, так еще месяц не прошел, да нет, вот тут. Я говорю, а у него же знал, что характеристики будут где-то давать им. Ну, я им устно сказал, а мать-то стоит, ну, я совсем согласна, говорит. Но вот это вот, что они такие эгоисты, ну, они такие добрые. Отец стоит, нет, мать говорит, именно такие они и есть. А сейчас прошло время, пишет, я говорю, ну, и как девчонки-то? Да как? Две жирные свиньи выросли, говорит. Так, а что же? Вот. Ну, надо было поддержать то, что я говорю-то. И же интересно, такие встречи. Вот у него приехал племянник, кажется, тоже Андрей звать. Он говорит, ему внимание особое надо. Он говорит, у буддистов был уже, там, кришнаитов, ну, лет ему, может быть, 14. Ну, он походил там везде, с матерью приехал, и говорит, мам, мне не понравилось здесь, я не хочу здесь. Я говорю, а что не понравилось? Он не может сказать. Я говорю, Андрюша, если ты останешься, то ты не пожалеешь. Он так подумал, сознательный мальчишка-то и оставил. У нас тут домик строился. Он сразу запросился, а можно я на стройке буду? Можно. Увидел, что мед качают? Можно. Можно. Он куда бы что ни делали, он везде. И за этот год я самую лучшую характеристику ему дал. А вначале не заладилось, и ему не понравилось. Вот стесненно, ну, у нас жестко. Стесненно, значит, грань. Это везде такое-то. Корабль, значит, забор шагнул, ты упал. В горах, где шагнул, ты в пропасть упадешь. И он совсем принял, и мать довольная. Правда, связь потеряна. Вот так. Но заложено, Игнать Ильич, заложено уже что-то хорошее в нем. А то будет он всегда вспоминать, и потому что это всегда хорошо вспоминается. У нас уехали, они в сродстве имели казахов, муж у нее одной был, но уехали в Грецию. Мы показывали даже в интернете, где мы были, заезжали, у них были. Ну, и девчонки, то уехали и говорят, если что, осталось хорошее воспоминание о России, то только наш лагерь. Да, я говорю, это никуда не деть, это оно из сердца не выйдет никогда, оно останется на всю жизнь оставшейся. А люди считают, которые не были, да там диктатура, это деспотизм, там это трудовое. Ну, а ты был хоть день, да не был. А пройдет время, две недели проходит, мы детей спрашиваем, конкретно, хотите, будем вставать как дома. А ты дома вставал пол первого. Нет, только так вставать. А перед этим тебя работу проводил. Все, ребенок уже вошел в колею. Он знает, вот сейчас судят смещенника, ты 14 лет дали ему, слышал, Глеб Грозовской? Нет. Ну вот, загляди, Грозовской, слово гроза. Вот, его уже таскали, таскали сколько, он до этого поехал в Израиль, его там арестовали, в тюрьме держали. Да, да. Да, и теперь уже суд закончился, 14 лет, до 12, кажется, лет нельзя работать будет с детьми после этого. Но сейчас они пока подали на пересмотр, что будет. Но я всех призвал молиться. Я не, это такое дело, что у него два, что ли, лагеря было, один там, где там Греция, то есть, он там что-то с девочками было. Но не сразу подали, а потом, это такое дело, свидетелей нет. Поэтому я ни к чему не призываю, только, чтобы воля Божия была. Но если он попадет туда, то это очень и очень. Даже самые уголовники от ПЕТа, если узнают, что связано с малолетками где-то, его насиловать будут. Из него маму, папу сделают. Он будет отверженный паре, ему нельзя будет даже к столу прикоснуться нигде, спать только колопараши. Поэтому мы просим, чтобы, ну, Бог восторжествовал. Ну, у него сколько там, я не знаю, но я думаю, у него занимался еще реабилитацией наркоманов. Слово-то реабилитация-то неправильно это. А там большие деньги, миллионы задействовано были. И он там на пути кому-то встал. А я-то начальник, основатель лагеря, 45 лет в мой адрес, в адрес нашей прислуги, по этой статье, вот, о детях-то там, педофилии или что-то, даже намека не было. Потому что, почему? Мои рамки. Я строжайше запрещал, даже ни один мальчик, мимо девочки, где находится в келье, пройти мимо нельзя. А уж про обслугу говорить не надо. Хотя детдомовскую привезли одну, она прям к одному нашему воспитателю, прям на шею бросается и все. Ну, я сразу развел это. Конечно, скажут строго, то другое. Мы сразу в машину и до свидания. Что интересно, не мог расстаться, привезли. А приемная, которая, они брали ее на несколько месяцев, а потом она опять туда идет. Их дома нету. Но она плакала, просилась. Ну, вернули назад, довезли до Барнаула и назад. А здесь прошло какое-то время, она опять застарая. То есть, она уже там ручная. У нас это нельзя. Даже, чтобы она рядом не сидела. И поэтому, ну, все налицо. С каждой старшей в келье находится. Я-то в келье не бываю в лагере там. Пришел в обед, пообедал там, навел порядок. И поэтому, наши строгие порядки, теперь, если бы вернуть этому Глебу Грозовскому-то, они целовали бы этот устав. Если бы по нашему уставу, он бы в ночное время там нигде не появлялся. А он молодой, для себя такой видный, он духовник какого-то футбольного там клуба был и прочее-то. Ну, очень такой активный. Ну, никакой условия там благовестия-то, ничего этого нету. Видимо, рукоположен раньше времени. Ну, но моя задача помочь молитвой. Так что, если вспомнишь его, Глеб Грозовской, я не прошу не освободить, не срок уменьшить, чтобы воля Божия на нем исполнилась. Вот и все. Я тоже включу его молитву, буду молить, Игорь Игорь Игоревич. Да, потому что от тюрьмы до отцумы, не зарекайся. Да, если я был, а у меня статья политическая, 190 прим у КРСФ, Российской Федерации, то это статья уважаемая у преступников-то. А 190, это я убил или милиционера. И меня спрашивают, что завалил мента. Я говорю, нет, у меня 190 прим, вверху черточка стоит где-то. А никто не знает. Даже начальник тюрьмы 30 лет и не знаю этой статьи. А там распространение заведомо ложных измышлений порочных общественных государственных строй Советского Союза. Вот они так формулируют. Заведомо. А я не заведомо. Я знал, что раскулачивание было. ГУЛАГ был. Я уже архипелактов ГУЛАГ распространял. И брал интервью репрессированный. И никак нельзя им было это. Ну, посадили. Мне это хорошо было. Теперь вот эти два дома-то выстудили, что они не могли вернуть. А отвечать стало не КГБ, а городская администрация. А общий иск был 11 миллиардов рублей. И суд 11 лет. Мурыжили. Все-таки я его выиграл. Ну, дали-то намного меньше. Ну, два дома. 13 соток в центре города. Это вообще чудо. Чудо. Так. Слава Богу за все. Так, теперь вопрос у меня о брате Владимире Пищникове. Он что, совсем никак не ходит на благовестие? Игнатий Михайлович, вот когда случилось, я же рассказывал, вы тоже в курсе это, когда мы пошли с отцом Андреем, который приезжал на нашу беседу, когда вы к нам были в гостях у нас на Урале. Значит, отец Андрей, он там есть в режим для дом престарелых. И я ему попросил, говорю, Володя, ты, говорю, сходи, отцом Андрея, благословение возьми, может, мы туда с тобой и зайдем и начнем благоествовать там. Иереманх какой-то ходил, значит, он сходил, взял благословение, потом пошел без ведома меня туда сходил, как он сказал, потом домой мне заехал, мосты там навел, говорит, ну, говорит, я, говорит, а потом мне через матушку, через матушку Юля, вы тоже ее знаете, она мне говорит, он говорит, тебя брать туда не хочет, потому что ты, говорит, распугаешь всех там своим благовестием. А мне, когда гости приехал домой, об этом ни слова не сказал, то есть скрыто, вот как-то так повел себя, я говорю, ну, не хочет, не хочет, как помните, апостол Павел тоже не взял Марка с собой на второе благовестие, тоже, ну, стушевался в первом благовестие, захотел домой, ну, не взял, не взял, я говорю, ну, хорошо, пускай так будет, пусть идет, возьмет кого-то надо и пусть идет туда на благовестие. Дело-то хорошее, он туда начал ходить один, с кем не знаю, ну, вроде один ходил, может, кого-то брал, может, ну, я думаю, что один, и меня тогда потом не взял. И мы как бы разошлись, Игнат Ильич, то есть вот не то, что рассорились, а разошлись, то есть я пошел своим путем в благовестие, он пошел своим путем, и после этого мы не можем, как бы, не вот, ну, дружим, как бы, но пути-то у нас разные, то есть я своим делом занимаюсь, он сейчас вообще, я не знаю про него точно, но, как бы, он на благовестие я не вижу никуда, по крайней мере, я не вижу, я про него сам, как бы, без него, от него имени не могу сказать, Ильна Тихович. Ну, ладно, просто что молимся мы, вы-то для нас все близки. Он-то по технике мастер большой, приезжал Игорь, там и комбайн поставил на ноги, там и по тракторам, и по машинам, и везде там. У него талант на это есть. Ильна Тихович, у него тоже, он тоже с отцом Андреем занятия-то проводил, а потом что-то там нашкодил, отец Андрея, его перевели с храма-то там, куда они ходили, и тот как-то соблазнился тоже, что насчет священников, и что-то у него маленько пошатнулось, Ильна Тихович, что-то в вере у него пошатнулось, у Володи. У Володи. Ну, что, слава Богу, поговорили немножко. Я очень рад, Ильна Тихович, когда, если захотите, я всегда буду стараться на связь выходить к вам. Вот так же выбирайте, у меня помощники есть, вот я благодарен тем, кто Господь мне это посылает на моем пути. Вот Юля, которая мне сегодня помогла, очень здорово. И я очень рад буду с вами всегда побеседовать. Очень. Еще скажу, благодарен, очень благодарен, еще повторюсь, что все, что мы сейчас имеем, умеем, знаем, можем, ну, это, конечно, благодаря великому нашему Господу и тем людям, которые Господь посылал на нашем пути, а Ильна, значит, это вас, Ильна Тихович, все ваши знания, все таланты, которые вам Господь наделил, вы делитесь, вы раздаете, вы умножаете тем людям, которые Господь к вам посылают. И это случилось со мной. Я познакомился с вами и всегда, это, всегда во всем, везде говорю, что я благодарен вам, Ильна Тихович, и Господу, Господу за все дела. Так, теперь по хозяйственным делам. Ты летом не свободен будешь с июня месяца? С июня. Июня. 10 июня я приезжаю, я поговорю с Михаилом Кальмаевым. Мы там домики, которые приобрели, надо их привезти в нужную. В одну веранду построить. Вот. И все постараемся достать. А то у нас это... А что материал был? Если, чтобы приехать, только потрудиться, сделать это все, да, Ильна Тихович? Я записал себе, но сейчас ответ не скажу, а потом через Володю, или как-то там мы с ним общаемся больше, через одноклассники, и это все скажу. Потому что можно... Я еще с Михаилом-то не говорил. Главную-то работу в прошлом году он сделал, там, где спать, и все сделал. но надо, чтобы успеть сделать. Там на втором этаже большая там площадь, а она бездействует, потому что там не закончено. Там все есть, надо пол уже, доски занесли, только полностью лить там, и эти стеллажи сделать, и прочее. Хоть что, с Божьей помощью, мы этим как раз занимаемся, мы это любим. Попробуем. Хорошо, мы просто будем иметь в виду, я и сам-то еще в нерешительности, как это будет, и что, без Михаила тут надо, чтобы он был. Я с ним переговорил, вот-вот. А потом все это, потом узнаем. Да. Ну, у нас все записывается, оставляется в интернет. Вы не против? Я знаю, слава Богу, я очень рад только за это. Не против? Нет. Нет. Ну, я, у нас ролик это большой, у меня плохо закачивается, я его отдаю в администрацию, там все делают, ставят, а потом замки только я снимаю. Так что на следующей неделе, примерно через неделю, вы к этому ролику можете обращаться. Вопросы какие есть? Только чтобы сказать, чтобы милость Господь на вас не оставляла, всегда посещала, всегда помогала вас во всех ваших делах добрых, которые вы всегда творите. Я очень благодарен. Ведь это Бог делает так. Бог. Потому что меня очень сильно преследовали местные батюшки, когда я вел три радиопрограммы, особенно, одна была, как называют, онлайн-часовая, и каждого скрестил, сразу прямые вопросы были. Они там очень лютовали. А получилось так, что самое главное, вдруг внезапно, все трое умерли, как кто вышиб. Это в судьбе человека, это в судьбе человека Шолохова. И он говорит, когда стреляли они, и в это время немецкий снаряд попал в пушку, говорит, под эту, и одним, говорит, снарядом, как в городке, вышибло нас всех. И вот здесь Господь так сделал. И старше меня никого не было из них, но они дружно, тут фильм ставился, они там просто говорили, ну, против, против. И вдруг, я никогда не отвечаю, вообще не отвечаю, ни на падки нигде, мое дело молиться. Отвечать чего, когда в ролике-то все сказано? Мне не надо отвечать. И вдруг, один за одним, все умерли. Бог расчищает путь, расчищает. и у меня сейчас вообще препятствий нет. Раньше было мы объявление об открытии лагеря начинаем, сезон начинается, так семинария там, посылали своих местных семинаристов, они по городу буквально рыскали, искали и все сдирали. А где не могут содрать, у них фломастер был, они писали ересь. А сейчас пришел я, секретарю метрополия отдал наше объявление, они вот прямо заходишь, большой, под колокольные, ну, уже к храму только входить-то, при двери-то, и прямо на храмовой двери все лето висело. Это вообще даже, даже помыслить нельзя, как раньше было, кто-то сказал, что придет время, я говорил, архипелаг, гулаг будут продавать, там в школах учить. Еще за одно слово садили, меня же судили за него. А сейчас все, жена Александра Исаевича, Наталья, тут с Путиным разговаривали, что в школьную программу это ввели. Сейчас они на Солженицына бросились, клевещут на него, и на меня вышли, вот он кто такой, ваш любимец. Я говорю, ни одного слова правильного нет, все ложь, все выдуманное. Он не хотел воевать, 45-й год не хотел воевать. Артиллерист прошел войну, он сбежал, как сбежал, когда он арестован, и вы уже врете все. Он капитан батареи. То есть, у них ничего против него, нельзя никак сказать. А раз лгут, ничего и не было. Вот на меня иногда нападают, а я даже оглядываюсь, а о ком они говорят-то? Я тут один сижу. Ну, из моей биографии-то ничего нету. Как отец Геннадий сказал, говорит, вас спасает, говорит, ваша безупречность. Я на это не стремлюсь, таким уж безупречным быть-то, ну, просто живу и радуюсь. Благодарю Бога. Вот тебе видно, где Володя сидит-то? Вижу, вижу его. Володя, иди, может, что-то скажешь брату? Игнать Тихонич, еще пока не забыл, и отцу Якиму поклонный всем братьям, которые всех знают нас. Очень большой отец чистого сердца. В это воскресенье, Володя, ну-ка иди. А мне что говорить-то? Мы уже с ним переписываемся, так все уже сказали. У меня один вопрос есть, такой для меня неясный немножко. Я помню, ты написал письмо перед моим крещением сюда, в Потеряевку, когда я должен был крещение принимать. Как бы характеристику. Да, характеристику мою, как бы поручительство. Помнишь? Ну, да, помню, содержание только не совсем помню. Да, и там один из моментов, ты говоришь, что что-то во мне такое есть, и прием место в Писании, что как там, восстань спящий и воскреснет. Почему сказано, стань спящий, воскресни, измерзнет, и освятите я Христу. Кефесянам 2.5. Да, ты прием это место в Писании. 5.14. 5.14. 5.14. Давай. 5.14. Нет, нет, это кефесянам, посмотрим. Вот, и вот я хотел узнать, какую-то мысль заложил именно вот это место в Писании. Володь, давай я сейчас, ты мне напомнишь, где это я писал, она же в книгах есть, наверное, да? Да, да, все-то есть. Да, ты мне найдешь, скажешь, где найти, я потом тебе через одноклассники отвечу, просто я сейчас не могу вспомнить, что за мысль была тогда, хорошо? Ладно. А бывает так, слово сказанное даже не умышленно, а потом оно исполняется. Что интересно, Каяфа сказал, и написано, говорит, сказал не от себя, будучи на ту год первосвященником, а первосвященство уже кончилось, и тем более враждебное, а все равно Господь выполнил. Выполнил. Не думайте о том, что лучше один говорит, умер за всех. Это было предсказание. Пророчество, пророчество. Да, пророчество, самое настоящее. Ну что, кто вам разрешил это тут говорить, поблагодарите. Очень хорошая связь. Юля, она у меня вот рядом сидит. Слава Богу. Она у меня очень хорошая помощница. Вот сейчас, как мы кончим, я тут под ним сброшу тебе один ролик, недавно работаю тут, Виталий Калинников. Он по Терябку приезжал, жил у нас, и он по моим стихотворениям и нарезку делает из разных роликов. Стихотворение называется «Я женщинам всем, благодаренный в досталь, Которому мимо меня не заметив прошли, Змеёй струили щекосы, Взглянули щекоса, Занозой в них не вошёл, И нечего то ворошить». И дальше он как начитывает, это мои стихотворения, он взял, и, ну, работают разные люди. Я говорил, сколько помощников, одни по Златоусту, чтобы их, а другие с разных мест по определённой тематике, то по общине, то ещё что-то. По-настоящему стараются. Я скину этот ролик, который он сделал здесь. А можешь даже зарядить на канал, а он, видимо, не так называется. Ладно, я и стихотворение скину, но он считает его прям так вдохновенно, и, ну и вот. Хорошо, Игнать Тихович. Ну всё, с Богом тогда. Спаси Христос вас всех, дорогие. Спаси Христос. С Богом. С Богом. Девчонкам поклон передавай. Обязательно, Игнать Тихович. Всем передам. И вы. Твоим там крестением, старше. Юра. Да, да, да. Понял, понял. Ну всё тогда, отключайся. Отходим. Аллилуйя. Аллилуйя. Выключайте тогда.